Привет всем, и да, сегодня будем смотреть на Sands of Salzar. Причем, кому-то игра напоминает Mountain Blade, кому-то Disciples, а кому-то вообще героев Меча и Маки. Но давайте обо всем понемногу. Что ж, на момент записи видео в игре у нас на выбор 12 классов, у каждого из которых есть свои плюсы, так и минусы. Ну, например, кто-то предпочитает бои один на один, а другие лучше сражаться с толпой слабых противников. Причем некоторым классам в начале игры выдаются различные бонусы в виде предметов или даже компаньонов. Но не стоит отчаиваться всем остальным, ведь есть очки наследия, которые начинают у нас накапливаться по мере исследования открытого мира, что добавляет, несомненно, какой-то элемент реиграбельности. Ну, например, мы можем пройти цепочку квестов какого-то героя и в дальнейшем его открыть для нового прохождения. Или же мы можем разблокировать себе, я не знаю, умения, предметы, в общем, много всего интересного. И да, как и в Кенше, мы, по сути, начинаем игру в пустыне, ничего из себя не представляя, но постепенно мы набираем силы, находим какие-то предметы, соответствующую экипировку, возможно, присягаем какому-то королевству. И да, как по мне, игра куда ближе к тому же Mountain Blade. И, к слову, о королевствах, ну или же фракциях, кому как больше нравится. Здесь у каждого королевства есть своя уникальная армия, свои лидеры и, конечно же, полководцы. Причем игра не стоит на одном месте. Они периодически объявляют друг другу войну, отправляются торговые караваны туда-сюда. И, в общем-то, да, за этим любопытно наблюдать. И, к слову, в игре присутствует поддержка модов, а это значит, что только возможно. В игре когда-нибудь появится русский язык, пускай даже на любительском переводе, но все же было бы неплохо. Ну а сейчас, по большей части, здесь одна эротика. Ну, например, мы хотим, чтобы лидер фракции Дакон был в одном нижнем. И раз уж у нас зашла речь о фракции Дакон, давайте на ее примере продемонстрирую вам отличие армий. И, скажем так, ее некоторые особенности. Ну, например, у фракции Дакон, когда мы набираем крестьян в деревнях или в городах, у нас есть возможность получить девушек или мужчин. Мужчины становятся у нас воинами или магами. Ну, а девушки — арбалейщицами, либо бойцами-сюрикенами. Причем бойцы у них больше атакующие. Они телепортируются за спину, постоянно телепортируются с атаками, мелькая между противниками. Когда-как маги подчиняют противников своей воле, кидая в них ядовитые всякие снаряды. И, в общем-то, да, они действительно любопытны и больше специализируются на одной атаке. И вот уже другая фракция под названием Дип или Дип. В общем-то, в отличие от пустынной фракции Дакон, она располагается на заснеженных территориях. Ну и, как мы видим, здесь есть и бойцы с щитами, и какие-то бойцы с плашами, и также лучники. И, пожалуй, главная отличительная их черта, это то, что лучники могут призывать на поле боя волков и ястребов, которые помогают им и выполняют роль, ну, можно сказать, живого мяса. Что же касается кастомизации, то здесь довольно обширный редактор. У нас есть возможность настроить прическу, там разные элементы лица, конечно же, глаза, брови, в общем-то, все поддается изменению. И также в мире имеется NPC, который за сущие копейки готов изменить нашу внешность. Что ж, ну и давайте подводить итоги. Игра явно не пустышка, и здесь огромное, безумное количество разнообразных существ, ну, те же фракции, у каждого из которых своя ветка развития. Огромное количество случайных встреч, и да, это по-настоящему затягивает. Плюс мы не только здесь улучшаем свои отряды, своего героя, и, конечно же, героев, которые мы нашли в открытом мире, но и также прокачиваем таланты, которые мы получаем по мере исследования и прохождения кампании. И да, там много всего интересного. Это может быть увеличение общего здоровья для наших армий, это может быть улучшение дипломатии, или же увеличение количества отряда, или даже героев, которые мы можем держать в своей армии. Ну и, конечно, никто не ограничивает наш политфантазии при наборе войск. Это могут быть одни стрелки, одни воины, или может быть вообще собрать отряд из-за них только волков, змей, и чего только взбредет вам в голову. Но стоит учитывать, что каждый отряд принадлежит отдельному типу, и он наносит разный процент урона в зависимости от типа брони противника. И да, помните, я вам говорил про различные особенности в начале игры за отдельные классы? Ну, например, если мы выберем султана, то у нас будет поселение, и мы будем выступать как отдельная фракция. То есть нам надо заниматься торговлей, строительством своей базы, и, в общем, да, это по-настоящему интересно. Ну и несмотря на довольно незамысловатую графику, в игре довольно большое количество разнообразных механик. Тут тебе и постройка баз, и огромное количество квестов, а также и героев, которые мы встречаем на своем пути. А также различные существа, каждый из которых имеет свою ветку прокачки. Причем они не только меняют внешний вид, но и также обзаводятся новыми умениями, которые мы видим в момент боя. Что ж, ну и, пожалуй, повторюсь, что лично меня игра зацепила. Особенно на фоне довольно пустых игр, которые выпускались в последнее время. Но это лишь мое мнение. А как вам? Пишите в комментариях. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, и да, пока-пока, и до скорого. Берегите себя и своих близких.